ездил ну далеко 400 километров монастырь и ты знаешь это ну у меня там у отца георгия сегодня день памяти был конечно шесть лет назад и это ты не представляешь вот на самом деле там сегодня народу было просто там с трех час с трех час причащали представляешь храм не все не уместились а на улице по кругу храма стоять там вообще и знаешь вот вроде был вокруг храма стояли а вот я чувствовал такой вот не просто праздника она внутренней духовной было такое знаешь вот состояние праздник прям реально ощущал я сегодня исповедовался причастился и ты знаешь прям это почувствовал такую вот что значит монахи стоят в истине понимаешь то есть укрепляет дух да да один сегодня прям это знаешь так четко проповедь такую прочитал он говорит с одной стороны на нас давит и коммунизм с другой стороны и раскол но там он вообще так конечно проповедь и не там прочитал такую знаешь прям сильную конечно он говорит нам сейчас вообще всем очень тяжело и но надо держаться вот отца георгий вспоминал что он большой труд совершил уже очень много скитов построил на время антихриста чтобы люди могли уйти из городов такие хозяйства мощные создавал свое время уже готовил как бы людей к отходу из городов а из какого года начал будь эту работу ты знаешь он это он же сам с украины россии с карпат откуда да и он непосредственно перенял помазание там от какого-то свято они там какой-то святой был я забыл просто говорили вот меня память вообще конечно я помню не всегда запоминая имена у меня в этом плане у меня на имена и на цифру тоже у меня нет памяти евангелие помню представляешь вот где что написано библию помню а остальное ничего у меня тоже сам ты себя как чувствуешь нормально да ничего да как нормально приступы второй день почки отказ господь не оставляет ничего уже привык ну тяжело знаешь как утром вот просыпаешься мне отойти надо час-два наверно чтоб себя прийти потому что за ночь каменеет все тело таких более вообще кошмар ну ничего спать спать ты не собираешься а то может я тебя это да не часов до трех будет у ботенка есть потому что я как бы это приехал сейчас пока еще после причастия весь понятная я ищу сейчас наоборот думаю где причаститься а был того знаешь не хочется у нас тут есть это храм паре километров от поселка вот но я так священник ты виду увидел один раз учет желание особо мне хочется действительно причаститься но такое очень серьезное откровение пришло очень серьезное откровение и но если писать то это надо прям да и запишем конечно пришло чем надо говорить как то есть как есть вот чем мы с тобой будем говорить чтобы они не думали что мы что-то это то есть что будем говорить и это вот смотри самое интересное господь 24 глава от матфея говорит да и выйдя иисус шел от храма и приступили ученики его что показать ему здание храма иисус же сказал день видите ли все это истинно истинно говорю вам не останется здесь камни на камне все будет разрушено когда же сидел он на горе или онской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прельстил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я христос и многих прельстят также услышите о войнах и о военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры и землетрясения по местам все же это начало болезней тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга и многие лжепророки восстанут и прельстят многих и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется и проповедано будет сие евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец и так когда увидите мерзость запустения реченную через пророка даниила стоящую на святом месте читающий да разумеет тогда находящиеся в иудее добегут в горы и кто на кровле тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего и кто на поле тот да не обращается назад взять одежды свои горе же беременным и питающим сосцами в те дни молитесь чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет и если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни тогда если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верьте ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных ты знаешь что я увидел вот в этой 24 главе я увидел четкое разграничение связь с апокалипсисом Господь дает ключ к апокалипсису в этой 24 главе очень серьезный ключ и ты знаешь что самое интересное что я все время размышлял когда Господь говорит это вот 24 стих 15 глава итак когда увидите мерзость запустения реченую через пророка Даниила стоящую на святом месте читающий да разумеет тогда находящийся в иудее добежит в горы помнишь я тебе про иудея сказал почему то что почему он назвал до этого находящийся в иудее то есть иудея то нет а он имел ввиду церковь законную свою церковь то есть он и говорит к ней обращение идет к церкви понимаешь да то есть он ее называет иудей то есть мы как бы виноградник переняли и он говорит разумеющий то есть а разумеет находящийся в иудее сейчас поймешь почему это так и вот ты знаешь я все время размышлял и думал что это за мерзость такая реченая пророком Даниилом не задумался вот я Даниила раз пять перечитал я его искал искал и думаю да что же это за мерзость да что же это за мерзость и ты представляешь который на святом месте стоит да ну и что и знаешь что самое самое оказалось это до такой степени все просто и в то же время я думаю знаешь на чем задумался почему вот эти все раскольники они по сути вообще я знаю что посмотрел там этого владыку там я на них смотрю они вообще далекие люди от бога вообще ну понимаешь да они там я просто посмотрел они вообще они далекие они писания не знают они не писание не знают они какую ты хинею несут вот эти вот там нашим вроде монахи некоторые даже и ты знаешь когда я вот эту вещь увидел я думаю а господь то наше время видел он видел это вот это вот я думаю почему он не вмешивается да а он нам все сказал и знаешь как в чем простота то вся томить не буду короче когда был вавилонское царство когда вавилонское царство захватило весь мир в то время но это считалось что он весь там сколько 150 государств или сколько они царства захватили она не много захватили они почти но это грубо говоря считал что они всю вселенную захватили тогда сейчас какая мощь и вот чего они сделали и это так сейчас поймешь когда евреи они же единственный народ который не хотели в плен сдаваться они до последнего они это как мы избранный народ дать они как бы в этом стояли у них пророки да и они живут за что там и страдали эти ездра языки и там вот эти саянии же а этот иеремии вообще там бедный пострадал он им говорит вы должны смириться потому что вы уже до такой степени обезумели и в этом ну впали в грехах и господь вам говорит что все кто сдадутся в плен смиряться нового вавилонянам где останутся жить и ты понимаешь и вот на самом деле те кто сдались в плен вывод вавилонскому царству господь как сделал что но ухода вот эти все цари которые были там да так сердцевых доносов там все они приблизили вот это даниила там ну понял да вот этих вот они при дворе оказались эти юноши богобоязнь а он их как мудрецов себе взял и вот тут смотри что самое интересное ты сейчас поймешь и куменизм это даже не ересь это еще страшнее ересь это когда в наших церквях а было вот все еретики они как правило просто чем то заблуждались они просто заблуждались но искренне верили в это вот это ересь а тут ты понимаешь как это все и просто и в то же время грандиозным вавилонское царство всех богов собрала свою вот всех мудрецов они собрали всех мудрецов и слепили этого идола одного бога со всех богов это и коммунизм и вот как раз даниил даниил и вот всего три человека даже не покупают то есть вот ты задумайся те евреи которые пришли священники левиты они даже все поклонились этому этому вот этому понимаешь вот этому идолу вот это вот как раз этот коммунизм там они собрали как грубо часы мусульманство буддийство там буддисты там кришнаиды они в то время вавилонское царство все это слепило в одного идола это была мерзость причиной пророком даниилом мерзость запустения вот она понимаешь и что мы сейчас видим мы видим не ересь входит в нашу храм на святое место а входит вот эта мерзость запустения и они как притичи идут вот этот папа кирилл понимаешь что они хотят сделать они сейчас всех богов сли они готовят антихруста вот они вот это вот гадостью мерзость они собирают в кучу вот в этот вот как раз вот о чем рёк даниил ну понимаешь да про чего я говорю ну конечно подобие колоссы да 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 и ты понимаешь что и христос господь наш он говорит когда увидите мерзость стоящую на святых местах то есть мы видим что сейчас мы видим пока еще мерзость входящую она еще не стоит но она входит уже и мы видим этих притящей кирилл гундяев там варфоломея там папа смотри тогда на это вот 16 уже следующий стих тогда находящийся в иудее добегут в горы и вот тут тоже очень серьезный такой знаешь как образ символика вот это у него же каждое слово было очень серьезно но не просто ты понимаешь смотреть если бы он сказал бегите на гору то можно было понять гора это как искать это вот учение господне да она вот это его слово а его нету щас сейчас кругом он бишь он чё вы тут восстанут уже христи и уже пророки он он тут везде он говорит перед этим после этого он берегитесь что кто бы вас не прельстил потому что этого как раз в это время потому что вокруг все начнется такая неразбериха и он будет бегите в горы я так размышлял он не говорит гору а в горы прошу каждого получается он уже каждому говорит что до такой степени это будет такая гадость что нам надо будет подняться вот самим вот свое человеческое вот это вот веру вот этого во христа сохранить вот эту чистоту веру вот эта гора наша в чем ты видишь веру свою в чем она ты знаешь в этом вопросе как раз сейчас многие теряются ты понимаешь а вот и жил мой ролик смотрел когда я говорил там послание от иоанна и я там говорил что иоанн сказал антихристы они не вне они в церкви они они как бы вышли от нас но они не наши то есть они они с христианства они христианстве антихристы то есть и ты понимаешь что и он говорит а те которые не исповедуют господа иисуса христа теперь давай посмотрим мусульман они исповедуют господа господа своим но это понятно это мы отметаем а вот неопротестантизм допустим 50 а ты понимаешь они к иудеи то не относятся почему тут иудеи я тебе подчеркнул иудеи это иуда скипетр власти виноградник иудея понимаешь это вот все это как бы вот иудеи это законная виноградная лоза то есть то что вне православия это суда не вообще да это не подходит это вот православие это иудеи православие это иудеи потому что понимаешь она первоапостольская церковь она это приняла эту ветвь понимаешь и она стала законы она стала иудеи ну как бы образ вот это и почему он говорит и и старцы же тоже наши все святые как говорили когда начнется то есть все бегите да вы не выходите в своих домах исповедоваться будете причащаться на малое время то есть они же это говорили то есть но они своим языком это говорили получается но тут есть очень интересный такой момент очень интересный момент и вот смотри чего он говорит ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира и до ныне и не будет то есть смотри будет великая скорбь то есть что такое скорбь скорбь это такая беда горя до какой-то горе которую потрясет все и ты знаешь вот самое интересное что как раз сегодня мне брат один пишет он не говорит брат вот тут мне написали сейчас подожди что ты думаешь что якобы вот эта глава в откровении 9 когда пятый ангел уструбил я увидел звезду падшую с неба на землю и дан был ей ключ от кладези бездны она отворила кладезь бездны вышел дым из кладези как дым из большой печи но это я не буду сейчас перечитывать это долго но смысл в том он не говорит это вот кто-то там кому-то откровение дано что это якобы мусульмане выйдут что бездна это якобы аравийские пустыни она они там вот эти вот все ну то есть там сейчас же все вы трактуют даров и ты знаешь самое интересное это то есть первое горе человеческое это первое горе будет то есть горе которую потрясет все человечество и ты знаешь я вот так задумался а что это за горе вот он говорит и я там еще одного слушал они почему-то это все образно говорят что это духовный смысл а тут четко написано написано так дано ей не убивать чувствуешь а физическом говорится а мучить пять месяцев то есть мучить пять месяцев это физическое это мучение такой вот как в ад ты попал тут прям четко говорит что выйдет ад на землю выйдет на землю и будет пять месяцев мучить тех которые не имеют печати божий некоторые касаются этого места знаешь и так вот аккуратно его обходят ну что мы как обозначим это то есть это параллельный мир проявится да это а вот смотри я к чему тебе хотел сказать смотри когда увидите вот эту мерзость запустение на святых настоящей на святом месте на святом месте это о чем говорит вот о чем мы сейчас сказали речены пророком даниила это понятно теперь да что это за мерзость это и коммунизм это вот эта мерзость это и есть это даже не есть это страшнее чем ересь и коммунизм это вот как раз мерзость запустения когда стирается вот это вот как тебе сказать они будут кланяться всему грубо говоря сразу но не богу понимаешь невежество вот это знаешь как получается это всей мерзости мировой или все эти мировые религии да в кучу соберутся и вот эта мерзость и ей будут все кланяться а антихрист это все предоставит в таком виде как будто это бог понимаешь он всем как в одном лице яйца буддисты будут своего бога видеть ну вот как старцы говорили дает а теперь смотри какой интересный момент почему он говорит бегите бегите и тут понимаешь великая скорбь он следом что будет или после этого сразу начнется великая скорбь и тут мы открываем первое горе от на землю выходит то есть ты понимаешь что они сделают они осквернят духовно они осквернят святые места и тем самым они откроют вот эти врата ада понимаешь что от на землю выйдет вот теперь и я расскажу такой момент я в некоторые подробности вдаваться не буду но скажу так тебе вот это звезда вот это падение этой звезды было как раз в районе афгана афганской вот этой пустыни там было и тогда как раз по всем сми сообщали что произошел какой-то колоссальный что-то такое произошло и с аравийской вот этой с афганской пустыни на нашу в нашу сторону на наш континент падал очень сильный суховей вот тогда а я тоже это это мне то я то с богом был я это все видел то есть я видел там открылся кладезь вот это вот дым такой пошел а это что по телевизору говорили об этом да это по телевизору говорили а я это я как раз значит я тогда изумился я это все увидел я это все чувствовал тогда все эти вещи как бы и но знаешь что мне самое интересное стало самое интересное стало то что когда вот это оттуда жар полыхнул на на наш континент даже жар полыхнул что есть там тогда запредельная жара такая поднялась пожары были и когда это по телевизору говорили я изумился я Думаю, смотри, я думал, представляешь, я это видел, думаю, ну, видение, да, обычно же как, смотришь, видишь, да, вот это все, чувствуешь, думаешь, ну, это может быть когда-то будет, и вдруг это, представляешь, говорят, на следующий день по телевизору, я сижу, у меня рот аж открылся, думаю, вот это да, но самое интересное, я тебе сейчас еще интереснее расскажу, то, что там открылось, вот этот кладезь бездны, и вот это воинство, я даже это воинство видел, которое оттуда выходило, это, ты не представляешь, какое там, мне Господь тогда просто это дал почувствовать, я это, это, это такое, это, ты не представляешь, какая это боль, это, это вообще, это просто, я не знаю, кто это выдержит, почему тут написано, смерть убежит от них, они будут, люди вообще будут, это просто, это такое горе будет у людей, но самое интересное, что, когда это произошло, колебание, там, в этой афганской пустыне, американцы завели туда войска, и молодой антихрист, под прикрытием натовских войск, лазил, искал это место, они собрались туда, столько сатанистов, они не понимали, что происходит, и мне знаешь, что просто стало интересно, я бы, видишь, сейчас люди скажут, откуда он это знает, я это не буду говорить, откуда я это знаю, пусть это будет секретом, но просто я хочу, знаешь, что сказать, меня удивило то, что их изумило то, что произошло колебание какой-то вселенского масштаба, которое им не подвластно, понимаешь, их это, их это, как тебе сказать, изумило, они туда, я тебе говорю, вот он туда примчался, они там все, там вся эта свора ихняя, там и принц Чарльз туда прилетал, его там натовские войска там сопровождали, они туда, я тебе говорю, они туда примчались, они там искали это все, думали, А подожди сейчас, секунду, я вот, там вот, по-моему, даже какая-то сокровищница с драгоценностями была, или я путаю? Это, это они так, сейчас легенды всякие придумывают, там, я тебе говорю, вот в те, как раз в те годы, где-то 99-2000, я не помню просто точно этот срок, я эти вещи, как бы так, и тогда особо близко к сердцу не воспринимал, я это еще не понимал тогда все этого, я просто видел, как бы чувствовал, ну просто с Богом очень близко было, понимаешь? И ты понимаешь, просто смысл в том, что там произошло то, что им это не подвластно, им это не подвластно, ты понимаешь, вот некоторые размышляют, думают, вот там антихрист нам сейчас накручивает его, да, там антихрист, там, а, там он это, это, да он никто, он, пху, вообще, это понимаешь, почему они хотят нашу веру разрушить? Вот ты задумайся, почему у нас в России отменили печати вот эти в этом году? А потому что они не смогли их сделать. С 1 января текущего года вступил в силу федеральный закон об отмене универсальной электронной карты как обязательного инструмента о предоставлении государственных и муниципальных услуг. У нас очень много православных молитвенников, которые молились и постились против этого, и они ничего не смогли сделать, и что им надо сделать? Им надо сделать, чтобы мы отупели духовно. Они нас погрузили в раскол, погрузили в ересь, чтобы люди отупели, а потому что люди сейчас начнут делиться, враждовать между друг другом, и, соответственно, представляешь, то ли они все в пост собрались в молитву против вот этой всей силы антихристовой. Антихрист слабый, он против этого, он ничтожество, понимаешь? И знаешь, что самое интересное, люди не видят. Вот сейчас его накручивает, а, антихрист, он нам там чипы поставит, там это, о, там, это, знаешь, равносильно, нас всех собрали в темной комнате. Вот мы сейчас все, человечество, в темной комнате, и кто-то там кричит в темноте, мне чип поставили, а в другом углу кричат, мне тоже чип поставили. Знаешь, как будто все это так вот, мы обречены, и получается, знаешь, как, а бог на это так смотрит, о, о, их всех запечатали. Да, там, о, е-мое, проглядели. То есть, ты понимаешь, что смысл в том, что, я вот сегодня как раз сестре одной говорю, ты понимаешь, что жатва-то божия на земле, а не антихристова, это получается, вы сейчас накручиваете такую пропаганду, что оказывается, нас и зачипируют. И что за жатва на земле росла? Оказывается, жатва-то антихриста была. А бог сидел в стороне, вот так смотрел на все это, да? И вот знаешь, я сейчас разрушу все эти понимания еще раз. А знаешь, что люди не увидели? А люди не увидели. Вот Господь говорит об этой мерзости, говорит, к чему это приведет, что сколько великое будет, да? Вот мы видим, что вот эта глава говорит, что выйдет ад на землю. И это физические мучения. Там прямо так и сказано, пять месяцев будет мучить людей. Пять месяцев будет мучить. А нибудь смерть убежит. Это говорит о физическом, понимаешь, мучении, что смерть убежит. И тут дальше смотри, самое интересное. Знаешь, что люди не увидели? Какие события нас ждут? Следом грядет Иоанн Богослов. Он не просто фантазия какая-то, а там так и сказано, что он придет и будет пророчествовать. И он будет мирового масштаба. Потому что о нем сказано, он помнишь, что там следом говорит, ангел ему говорит, возьми книжку и съешь ее, ты будешь пророчествовать о народах. Вновь. О народах. А теперь смотри. А почему Иоанн дал два пророка? Я тоже сначала думал, что это два пророка. А я сегодня это увидел. Сначала Иоанн Богослов придет. Сначала придет Иоанн Богослов. Это вот смотри, следом, это как раз где-то шестая печать. Там война пройдет, вот это все. Война десятая. И вот десятая глава, видел я, и он дал мне книжку. И вот он ему говорит. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих. Вдумайся. Сейчас ты поймешь, это грандиозность. Смотри, нам сейчас всем говорят, что там антихрист, там это, да. А вот задумайся, неужели Бог позволит нас, таких дремучих людей, которые уже истины не знают, заблудились. И вот опять 24 глава об этом подтверждает. Господь нам говорит, что «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам». Стоп. У нас у всех вот оно, Евангелие. Зачем нам проповедовать? А Господь говорит, будет проповедано вновь Евангелие по всему миру, всем народам. Это о чем? Ребята, да мы, го, у нас у всех Библии есть, а нам оказывается мы тук-тук уже стали. Нам опять проповедовать надо. И он говорит, вот будет проповедано и настанет тогда конец. Потому что тогда, и знаешь, что до меня дошло? Господь не позволит нас запечатать и заставить кланяться в невежестве. Он сначала нам проповедует, он вот как первоапостольскую церковь взорвет и даст выбор, скажет, выбирай, вот тебе хлеб. То есть вот уже, ты понимаешь, даже если гонения начнутся антихриста, человек будет гореть. У него будет выбор. Он скажет, вот истина, вот хлеб, то есть вот крест, а вот хлеб. И ты сам выберешь, скажешь, я иду к Богу. А кульминация, кульминация, вот эти два следом после него придут, это уже кульминация вот эти два пророка, которые придут, это после него. Это уже сказано, что это уже седьмая печать, это уже совершится тайна Божия. То есть это уже все, конец. Они будут как концом всего. С ними придет язва, как, знаешь, казни на землю, вот как при Моисее. Как, помнишь, мы с тобой о Египте говорили у Исаии? Я поражу, я же исцелю. То есть как в Египте. Моисей когда пришел, и Египет язвами поразил. И мы видим, и там как бы царствие зверей будет поражаться язвами. Но это ладно, это там уже дальше, это нам далеко. Но я знаешь, к чему хотел сказать? Я ведь когда это увидел вчера, что Иоанн Богослов придет. И причем вот он придет как раз после этих событий, после скорби, после войны. Да, и вот смотри. А теперь смотри, самый интересный момент. Я не говорю к тому, а то нам сейчас знаешь, как некоторые начинают говорить, это вы о чем проповедуете? Чтобы мы чипы взяли? Ребята, мы не о том проповедуем. Мы проповедуем о том, что если тебе чип воткнули насильно, он на тебя действовать не будет. Потому что ты Бога не знаешь своего. Бог никогда не позволит. Он у тебя, как они воткнули, так он отлетит или сотрется. А вот когда ты сам придешь, вот так вот поклонишься, скажешь, да, да, давайте мне, я пошел. Давайте оставим людям немножко, и вы тоже отойдите в сторону. И вот так что, да, это не какой-то мне, как они там. Диск自己 есть, или нет? Вы уже уже не обращаете. Это что-то, да? Нет. Не обращаешь. Вы уже не обращаете. Нет. Да, ok. Важно. Важно. Вы уже не обращаете? Да, я решаю. но у нас то видишь какая сила есть я к чему это сказал что если бы мы сейчас вот духовного восприяли молились они были не вообще никаких не паспортов не печати нам ничего вообще не смогли тут не ввести ним нет они в этом году хотели машины чипировать вас паспорта чипировать вот эти электронные хотели права 4 они ничего не сделали ничего не сделали в этом году они не смогли этого сделать и вот значит самое интересное а теперь кульминации вот я сегодня одной сестре говорю вот смотри сестренка а ты говоришь что очень всех за чипировали всех за чипируют понятно что уже у нас вера такая что мы больше в антихриста верим а бог этого не позволит сделать я бы ты видишь какие события грядут сначала сначала мы пройдем очень серьезные события а вот когда придет антихрист это уже будет другое время сейчас это всего лишь идет его из цене инсценировка по всему миру это он как вы знаешь готовит эту систему начертания он ее сейчас и готовят а потом он тебе скажет друг дорогой ты же в ней побултыхался в этой системе вот теперь или ты сам выбирай ты сам понимаешь я тебе или иди отказывайся понимаешь про чем говорю а ты знаешь ты без этого не сможешь жить потому что все весь мир вся цивилизация в этой системе начертания это моя система или поклонись мне и живи в ней как король или пошел вон отсюда подыхать голода да я образно говорю понимаешь европа европа вся чипирована уже они все чипированы америка чипирована почему же господь не уничтожит а взял бы сейчас всех их уничтожил да а он говорит ты будешь опять пророчествовать о народах и племенах языках и царях многих зачем они пророчествуют они уже чипированы все они нам не нужны они уже все чипированы они все с номерами немцы англичане зачем они нужны это не уже не люди понимаешь а нет он говорит и ты понимаешь она такая сидит сегодня такая у нее ступор ступор такой пошел я бы и ты понимаешь что она говорит это что получается какой-то сбой произойдет в системе произойдет какой-то сбой значит получается что-то будет такое что разрушит эту систему для того чтобы они колыхнулись а колыхнуться не знаешь кому благодаря вот этому народу которую он сказал благословение народ мой египтяне они бы засветится все сказал старец поэсии он сказал в россии все будут думать что явился сам всевышний будет такое что мы сейчас даже представить не можем будет такой взрыв вот божественный вот этой он бог посетит египет и даже с афонские старцы говорили что люди со всего мира поедут чтобы богу найти в россии а как они поют они все чипированы парадокс да они все чипированы чего и зачем они тут нужны я вот сейчас опять час нам с тобой опять человек понимаешь люди сейчас эта информация им будет очень сложно приятно скажет вы проповедует чтобы мы чипы приняли нет как раз у нас в россии сейчас единственная страна который противостоит этим чипом и наша задача вот как раз сейчас рождаться духовно и молиться и поститься совместными постами чтобы у них эти дела их не рушились вот как у них в этом году не получилось нам паспорта электронные вести вот нам надо сейчас поставь молитвах совместных молиться против этого всего она сейчас отвлекают а вот там я ничего не хочу стать там царские вот этот крестом за царя за отечество у нас церковь уничтожают у нас гораздо глобальнее зло происходит я почитаю царя у меня царь николаев заступник да у меня и на машине все но я вижу другой совсем понимаешь меня другой час волнует меня волнует что нас уничтожает духовно церковь вы чё нас отвлекается нам сейчас надо всем сосредоточиться что нам надо молиться за нашу церковь за наш народ за разрушение вот этих вот всех электронных печатей в нашей стране и у них видишь у них не получается они почему нас хотят сейчас просто вот царя царя в голове сначала нам довести они нам царя проповедует какого они нам проповедуют мирского но мирского человека из мира а библия если библию брать вот библию библию она говорит везде о духовном царе о духовном возрождении понимаешь а ты а ты подожди ты не слышал пророчество такое есть в интернете что как раз он за сбой ты говоришь что он сбой как раз и спровоцирует вот третью войну если лишь никак не соберутся и не осмелятся начать ее никто вроде желание большое а никак не могут но я и думаю что сейчас это такие события начнутся мы просто не можем сейчас его своими мозгами это воспринять но и я думаю что значит там говорят там вот вот он у нас самое страшное что и происходит уж не год вот и там чё ты на эту там в бочку качешь проповедницу на этого хочу потому что они богу умоляют они умоляют веру в бога они того бога проповедуют они они проповедуют монстра от антихриста вот кого они проповедуют и что мы все обречены вот их не проповедь сейчас понимаешь а не в том что наш господь всей вселенной управляет что он просто как бы он сейчас вот стоит у нас каждый волосок сочтен да и вот а я сейчас тебе еще интересно минут один брат тут тоже прислал видео про войну что война там это и ты знаешь а я это по-другому вижу я вот ему хочу сказать ты знаешь да я знаю война страшно и я тоже это видел мне было такое то что он мне прислал я наподобие что ты видел что военные будут во всем этом задействованы а люди как мясо пушечное но я видел такую картину интересную я тебе сейчас расскажу и ты поймешь вот представь берег бездны и она в виде такого океана который вот так вот колышется черного такого океана и от этого берега как бы берег такой уходит как в гору и вот от весь берег усыпан людьми и он усыпан вот так вот и по высоте как вот туда ну понял да люди вот так вот они кто выше кто ближе к этому берегу и вот я увидел такой момент что бездна пришла в движение пришла в движение колыхнулась и вот так вот раз и все кто ближе всех был на берегу третью часть она слезала забрала дед я этому брату хочу просто сказать знаешь как вот война что ли нас 20 человек десять раз погибли рядом а десять стоят пули пролетели мимо и и как сказал старец первых заберет тот кто ругается матом тот кто оскверняет вокруг себя воздух атмосферу вот это вот картина понимаешь ты стоишь рядом с человеком не просто так этот человек раз фух его захлестнуло нет смерть забрала а ты остался стоять это и есть сила божия и чудеса божий понимаешь что ты если ты хранишь себе чистоту бездна она вот так вот выхлестывает тех которые ближе всех захватывает выхлестывает но я как бы просто попытался это объяснить ну понятно понятно вот люди там говорят вот страшно там это и это останьтесь верными богу бездна будет и и ничего не страшно ты будешь идти по руинам рядом с тобой раз упал человек а ты прошел да может будет что-то страшное может тебя попытает но как тебе сказать вот как рассказал один и мой старец вроде говорил это он сказал что тех которые не смогут пройти вот это испытание господь он знает и он их заберет болезнями он не даст им перейти как бы ну чтобы они не сломались а у тех которых он видит что они это как он больше сил твоих он никогда тебе не даст потому что мы пришли это не просто апокалипсис мы пришли к великой битве и в этой битве прежде всего будет воинство вот это воинство господа саваофа который как раз и посетит египет потому что ты понимаешь господь я понимаю что всю эту кашу заварил человек на земле с дьяволом и человек же должен ее разгрести но с помощью божий и почему сказано что ты понимаешь это какую честь вот тут же даже бог оказывает человеку что он просто людей наполнит такими верным верных людей чудесами и знамениями силой что вот этот антихрист со своим зверем они просто будут как мыльные пузыри ли нам в той предыдущей теме как раз помнишь там было такое слово интересное господь говорит а кто сохранит слово моё или он или пошли когда слово он говорит слово моё сохранишь а я сохраню тебя от 1 искушения не ты сохранишься сам а господь тебя сохранит если ты сохранишь слово а у нас получается что как мы можем сохранить слово если мы у нас сейчас там бабушка сказала этот сон рассказал этому сон приснился они говорят он прозорливый и понеслось понимаешь это ребята вот как говорил мой старец вот когда мы кушаем наша плоть ей требуется пища вот так же для нашей души требуется евангелие каждый день вот его прочитал главу 3 в день переварил это такая пища чисто чистейшая пища я вот сам знаешь заметил берешь евангелие приходишь встаешь на колени потому что это живое слово господне и начинаешь читать и ты знаешь идет вот реально чувствуешь такое освежение мозгов и знаешь почему я начал это эти вещи чувствовать потому что я всегда говорил я сейчас отбросил всех я не признаю и раньше да я тоже там проходил там и философы там всякие там и это и то но сейчас повзрослев и пройдя вот такой путь я просто благодарен богу что он меня научил тому что это должна быть чистота веры чистота евангельская и тогда вот это слово оно будет в тебе жить это 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 тоже и коммунизм только на твоем уровне когда ты начинаешь всяких философов читать какую-то херню там по-русски говоря смотреть понимаешь это тоже и коммунизм только в микро размерах а вот когда ты научишься вот эту чистоту хранить и ты даже вот я сегодня я когда ты понимаешь заметил ты даже куда ты едешь или ты работаешь на какой-то тяжелой работе а в твоей голове слово и оно не дает тебе уставать оно не дает я вот работаю сейчас да на тебе там бывает что тяжело там работаешь думаю ноги аж забитая а слово приходит в голову и ты не замечаешь этого и мне знаешь я так она работала и думал а ведь апостолы в шахтах трудились в каменоломниках и они этого не чувствовали они в духе были иоанн богослов в кандалах там и с этой киркой камни тягал в духе и он этого не чувствовал он летал на небесах плоть там рубил эти камни а дух в небесах летал понимаешь ну мы сейчас до того как ты позвонить мне я мокрый у меня спина пот течет ну приступы почечные сейчас лежу сухой уже весь спина все сухая о болях забыл вообще а вот из самые знаешь что самое еще интересное самое интересное вот смотри тут такой интересный момент дьявол дьявол заметь в откровении он помнишь когда христос говорит ныне настал суд ему когда он помнишь когда господь приходил он говорит ныне настал суд ему ныне то есть когда господь с креста сошел дьявол был низложен за этот беспредел свой за свой беспредел и ты знаешь что самое интересное вот я увидел в откровении что дьявол там нигде не рисуется он сил не имеет и и он и и и и и и и темноты вот этого все, на, на тебе, рогатый, зверюшка, человеческий, человеческий подлец, понимаешь, человеку, какому вот этому, и видел я зверя от земли, он уже даже не человеком называет богослов, а называет зверем от земли, выходящим с двумя рогами, и дьявол, он же не сам выходит там, он сказал, да, вышел там дракон, ему не нужны бы были, если бы он обладал, а он осужденный, все, он каторжник, и он и зверю, он этому зверю отдает, И знаешь, что самое интересное, какую взаимосвязь я увидел? Вот эти два последних пророка, два святых, они как раз сразятся со зверем, и он по беспределу их убьет, чувствуешь взаимосвязь? И вот этим как раз зверь себе смертный приговор подпишет, опять беспредел, Бог видишь, как справедливо во всем, опять святых убивает. Двух. Как мне один брат говорит, мы все, кто во Христе, мы святые, нас святыми называли. Нет. Тут два пророка, которые придут, это, можно сказать, небесной чистоты, кристальной. То есть, они до такой степени святые. Ты смотри, бесы, бесы любой формы, там звери или бесы какие, о них сказано, они знают, что Бог есть, они верят в это. Они трепещут перед ним. Так сказано, что они трепещут. Они из-под тишка зло делают. Они как зло делают? Они обманывают, они ложью навоевают, и они вот этим, понимаешь, обманули человека, человек начинает... Кем-то перед народом тоже надо оправдаться. Да, и ты понимаешь, они не могут, как тебе сказать, кристально чистым святым они прикоснуться не могут. А тем более во Христе. И что они делают? Вот три с половиной года они пророчествуют пророки, к ним никто не может подойти. Потом Бог допускает опять это. Вот как у Христа испытание. Зверь подходит, убивает их. Убивает по беспределу, потому что он уже озверевший. Представляешь, сколько они людей возбудят, пробудят? Это будет что-то такое, понимаешь? Вот последнее, почему там откроется вот эта тайна, которую я знаю, я примерно догадываюсь, о какой тайне Господь говорит. Это вот я у апостолов в откровениях просто в посланиях вижу. Беспредел, ты смотри, в чем, как ты говоришь, беспредел. Они ожесточат народ, так что и трупы будут лежать трое суток, и к ним прикасаться нельзя. То есть люди будут ненавидеть их, вот так ненавидеть их. И в этом месте, в этом месте, где их убьют, город этот, от землетрясения будет разрушен. Там такое землетрясение будет, 7000 имен человеческих погибнет. Просто видишь некоторые вещи, сейчас говорить, будут смеяться, и с чего ты это взял. Люди не могут просто, понимаешь, они некоторые вещи не воспринимают. Они говорят, как одна из кого-то говорит, ты же вообще, говорит, разбойник бывший, тебе вообще там надо молчать и каяться там. Я говорю, ну да. Ну что, типа, должен монах такие вещи рассказывать, какие ты говоришь. А если из моих уст, это как уже это, я в прелести, значит, или еще что-то. Я говорю, ну да. Ну, вон, оптинский старцы этот, оптинный, как его звали, он же там был так, разбойник, насильник, чтобы быть дорогой. И целую, организовал целый монастырь. На это не надо ссылаться вообще, зачем. Я сегодня сестре как раз своей сказал, я говорю, ты знаешь, я говорю, если на то пошло, апостол Петр Рыбак, брат его Рыбак, всех прям по одному дергали. Один налогоплатили, как это, налоговик, другой... Взаимодавис. Да, там, то есть, все такие, как бы, ты знаешь, вот у меня как раз мы сегодня с ней ехали, и это, ну, в поездку ехали. Я говорю, ты знаешь, я говорю, я, может, молчал бы. Я бы, я говорю, ты знаешь, и вот даже вот про эту мерзость запустения, реченную Даниилом, да, я бы, может, и молчал, потому что я говорю, я не хочу давать пищу раскольникам там, или... Но, ты понимаешь, я вижу вот этих вот всех раскольников, они Духа Божьего не имеют. Они не несут какую-то ахинею. Прости меня, Господи, я не то, что это по гордыне говорю. Ты понимаешь, они людей, вот как мы отец, этот духовный, духовник говорил, говорит, 80% духовенства уже все. Они служат, они это, ну, все, они уже, они уже не Богу служат. Ну, а что, ну, подожди, а обещать их стоит вообще? Может, и имена их называть, чтобы народ конкретно знал, кого слушать, а кого не слушать? Потому что тоже так путать. Ну, вот смотри, мне одна сестра говорит, тебе надо послушать этого Головина. Я не помню, кто он, из Болгар, вроде, да, вот этот Головин? Ну, из Болгара. Да, я начал слушать, она в хорошей проповеди, все так, слушаю, слушаю. Потом бах, он говорит. Патриарх Кирилл, герой. Что он и коммунизм, вот этот, чуть ли... Я так послушал, думаю, стоп, ребят, это вы, значит, авторитет набираете в лица людей, в проповедях таких. А потом начинаете людей технично вгонять в эту мерзость, чтобы они были соучастниками восстановления вот этого идола. Да. Причёного пророком Даниэлу, понимаешь? Там, знаешь, послушал этого Владыку Сергия сейчас, вот этот, который... Ну, не слышал там Владыка Сергий? Которую... Ну, они отошли, говорят, поминать нельзя. Ну, там реально, как бы, понимаешь, я в своей жизни, в своей жизни, я встречал настоящих священников, старцев. Ироним Санаксарский, отец Герман, отец Георгий, мой наставник духовный. Это люди, которые светились, которые обладали таким духоносным, вот, понимаешь, духом. Ты не перепутаешь ни с чем. То есть, они даже говорят, вот они когда говорили, или даже молчали, ты видишь, что это люди Божии. Нет. А этого слушаешь, и вот так вот думаешь, господи, муж, он бесноватый. И думаешь, господи, прости меня, я не хочу так думать, но... А сколько людей он за собой упер? Вот у меня тут сейчас живет старец один, бесноватый. Я его так называю, бесноватый. Вот веришь, нет, все, кто к нему... Вот в свое время мой наставник сказал, с ним нельзя даже разговаривать. А он в лесу там живет, отшельник. Паспорт сжег, все. И ты знаешь, одной сестре говорю, не ходи. Старец, отец Георгий сказал, нельзя даже разговаривать. Но он такой не говорил. Что ты думаешь? Сейчас у нее дома бесы скачут. Без паспортов. И скачут там реально, как одержимые люди. С ума сходят, и людей других сводят. Поэтому я говорю, что сейчас... Вот почему мы вот эту главу 24, да? Когда он говорит про эту мерзость запустения, он перед ней говорит, и после нее. Смотрите, что кто бы вас не прерстил. Потому что в это время как раз настанет время лжепророков и всех вот этих вот... Везде будут одни лжепророки и всякие вот чудики. Понятно, что и коммунистов больше во много раз. Во главе с этим Кириллом, там вот этим всем. Они сейчас вообще тысячами людей, десятками тысяч людей обращают умы. И знаешь, что самое интересное я заметил? Вот эти священники, типа вот этого Головина, вот этот, который с орденами вот так вот сейчас везде. Я не знаю, как он там весь в орденах такой, КГБшник бывший. Тоже там сидит, так в кресле проповеди читает. Ну, бог с ним, это его дело. Ты понимаешь? Я на них смотрю, и я знаешь, что понял? Что они, поддакивая и коммунистам вот этим Кириллу, они как... Знаешь, вот это как заразой заражаться. Они, не хотя, заражаются этим трупным ядом. Потому что они стали поддакивать им. А вот священники, которые стоят в истине, они так и говорят, что это коммунизм, это зло. И у них и службы еще, как бы, такие, знаешь, серьезные службы. И как бы понятно, что им тяжело, и они уже тоже начинают метаться. Потому что они реально... А тем более вот это понимают, что сам Господь уже говорил, вот в Евангелии, да, и старцы говорили. И оно, хочешь, не хочешь, это время придет. Оно, может, уже и подходит, что... И старцы это говорили. Что нам просто придется выйти и на свои горы забраться. Вот это вот... Сохранить чистоту веры. Христовой веры. Без всяких примесей. Мусульманства, буддистов, буддизма, кришнаитства. Все вот этой дряни, которую они пытаются сейчас все это в одно соединить. Осквернить католицизма. Он их соберет. Он сейчас... Ты понимаешь, о нем же как сказано, что он как Бог придет. То есть, он придет в силе. Вот как, знаешь, когда первоапостольская церковь была крещена духом святым, на нее сходил дух, да? Вот то же самое сейчас с этими экуминистами произойдет. Они будут в такой прелести. Они будут думать, что это Бог с ними, понимаешь? Они реально будут... Они не будут думать, что это сатана. Знаешь, что самое интересное? Что вот эти вот священники, многие, которые сейчас вот стали заражаться вот этой всей дрянью, которые поддакивали, которые там вот все. Я на них смотрю, а они ведь уже плещут этим духом. Он уже... Они уже крестились. У них на рожах написано, а они в такой прелести. Понимаешь? У них вот это вот... Уже католики вот это вот... Вот это вся вот эта экуминическая, видать, их наполняет. Что... Слушаешь, он говорит, что патриарх Кирилл герой. Он там вообще там, понимаешь? Оказывается, и Бог у нас, и с мусульманами один уже, и с буддистами скоро. И иудеи, оказывается, тоже нам братья Христопродавцы. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. Мне сестра говорит, ну а как же, вот есть же очень много простых людей, которые... Как это... Неужели их Господь не защитит? И ты знаешь, а... Ну, это как бы горькая правда, но она вот тут написана. И горе вам, питающиеся состами и беременные. Да. То есть те, которые не разродились. Еще, знаешь, вот они вроде бы вот это... Как тебе сказать, только пришли. Ну, младенцы верят. Младенцы, да. И видишь, он так и говорит, горе вам. Горе вам, молитесь. Молитесь. И смысл в том, что... И ты понимаешь, я это вижу. Они заражаются. Вот многие комментарии, я же вижу, это младенцы пишут. Они уже... Их захлестывает этот вот этот как раз дух антихриста, вот этот икуменический. Он через икуменизм, он очень серьезно, вот это мерзое запустение. Он их захлестывает и он их начинает крестить. А самое страшное, что они в итоге скоро будут чувствовать духа святого. Они его будут духом святым называть. Они будут на нас дух святой сходят. Да в такой силе, мы там скажем, что золотом все переливается. Они, ну, я тебе говорю, там и чудеса и знамения такие. Мы, ну, читаем же откровения, что он в чудесах, знамениях... Ты понимаешь, вот мы привыкли читать там зверь, 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 зверь. А зверь-то это человек в чуде, он не будет зверем. Он в том, что его самая страшная сила, что... Его не увидят как звери, его не увидят как антихриста. А его увидят, то есть это будет такое прельщение, понимаешь, страшно. Он вселит в людей огромную надежду на будущее. Да-да-да. Знаешь, что самое смешное? Исходя из исторического опыта, пророков побивают камнями. Их не принимают. Их всегда критикуют и не принимают. Как даже Христос, когда пришел, они говорят, он это сумасшедший, говорит, с ума сошел. Это первое, да, свойство пророка. Гони, гони. Хотя самое смешное, у нас, знаешь, тысячу людей сидят и говорят, вот сейчас скоро придет пророк. Вот сейчас придет два пророка. Такие, знаешь, вот сидят, такие в ожидании. А самое смешное, эти пророки приходят, они... Они их погонят, да. Это уже исторически. А потому что неудобо носимое, говорит, человек, он-то видишь, он хочет, что, чтобы хорошо одеваться, хорошую машину, большую квартиру. А говорить-то не только совершенно будут. Так смотри, даже самое интересное, читаешь вот это откровение, когда два пророка придут? Там так и написано, что все проклинать будут. Они говорят, мучить всех будут. А чем они мучить будут? Что они правду будут говорить, понимаешь? Но правду такую, которая будет иметь силу, огромную силу. Что даже кто захочет их убить, тому належит быть убитым. Все равно у нас, конечно, есть такие люди, сердце радуется. Такие, знаешь, вот чистые, чистые такие христиане. Вот на самом деле, знаешь, как вот жатва Господня. Да и на них смотришь, и ты понимаешь, да Господь не позволит Он этих людей обидеть. Он просто их не позволит. Они, понимаешь, пускай, допустим, я такой там, да, он, там один брат уже смотрел, со мной не хочет общаться, он такой раз, это в сторонку. Ну, потому что, наверное, он думает, что там в прелести, наверное, или это. Но я просто про другое, понимаешь? Но я вот и сестре что-нибудь говорю. Я говорю, я бы молчал. Если бы я увидел, я говорю, сколько сижу, смотрю, жду, жду, одного смотрю, другого смотрю, третьего смотрю. Я не слышу от них слова Евангелия вообще. Может быть, они как раз и не хотят Евангельские истины слушать. Понимаешь, потому что для человека тяжело нести вот это. Человек часто не понимает, о чем говорит Евангелие. Вчера общался с одним. Я пытаюсь, он только недавно в православие хочет прийти, знаешь, я ему хочу донести, что есть духовный мир, есть плотской. И, как бы, знаешь, он не проникает в него, это вот как броня стоит какая-то. Я вот ему Евангелие пытаюсь, что Господь говорит, а он непробиваемый. Как эту броню снять? А ты знаешь, это уже просто, вот про что я тебе и сказал. Вот и проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной. И когда я это себе прочитал, я думаю, надо же, у всех Евангелие на столе лежат, а нам еще будут проповедовать Евангелие. А у нас у всех лежат Евангелие. Понимаешь? А Христос говорит, оказывается, нам еще всем проповедовать будут. Это до чего же мы докатились-то? Ну, я как понимаю, что неполное понимание мы имеем в Евангелии. Во-первых, я так понимал, что откроется полнота понимания. А вот теперь смотри. Когда первоапостольская церковь была, помнишь, чего Господь сказал? «Придет Дух Святой и сделает вас свободными». Ты вдумаешься в эти слова? «Сделает вас свободными». Дух Святой. Ты понимаешь, что Дух Святой вас будет делать свободными? А у нас сейчас целые школы. Как я должен освободиться? Целые науки, такие лабиринты, аскетизма, этого, 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 что я там целый должен постигнуть. А Христос говорил, вот, тебе две заповеди. Возлюби Бога своего, возлюби брата своего. Живи чистой жизнью, да, правильной. И Дух Святой тебя будет очищать сам. Он тебя будет очищать. А у нас мы пришли сейчас в такое время, что дьявол принял вид Христа. А где Дух Святой? Вот где Дух Святой-то? Сейчас. Вдумайся. А он есть истина. Он есть как раз вот это евангельское слово. Христово слово. Может быть, до времени он что-то и не открывает. Ну как, Господь, он придет и научит, и наставит во всем. Я думаю, что вот это как раз не просто будет проповедь, это будет оживление. Дух Святой опять и зальется, скорее всего. Понимаешь, потому что... Вот знаешь, над чем размышлял? Что и апостол Павел говорил, что он нас называл мертвыми во Христе. Мертвыми во Христе. И ты знаешь, когда Христос пришел, помнишь, что он делал? Мертвых воскрешал. То же самое было в Израиле. Они имели веру, но они были мертвы. Мы имеем веру, но мы мертвы. Мы мертвы. Мы бы... Я, может, хотел бы жить, как апостол Павел говорит. Он говорит, хочу вот так вот делать это, но я этого не делаю. А делаю то, что не хочу делать. И вот с нами так сейчас происходит. Я вот сижу и думаю, так, как я хочу завтра там в посте, там, в молитве провести, там, все. А завтра это не получается. Начинается какое-то искушение, понимаешь? Там что-то все вообще не так, как ты хочешь происходит. У нас лето, вот с мая и вот по июнь, лето вообще нету. Дожди заливают. Какая-то, прям, знаешь, и природа, да, она вот сама природа что-то говорит, что-то такое. И у нас сейчас дожди льют. Льют, льют, льют. Такого лета давно нет. Да я не знаю, я на своем веку вообще не помню, что такое было. Июнь всегда жаркий был, хороший месяц. Май, июнь. А это не продохнуть. У нас не растет, вообще ничего не растет, заливает все. И, ну, прогнозируют. Я смотрел там, слушал, говорит, кризис прогнозирует. Ну, пищевое в России. То, что вот из-за этих осадков обильных. Ну, что-то будет на 17-й год обязательно. Ну, монах Альпидий же сказал, что у нас сейчас начнутся с этого года наводнения, землетрясения. А что Господь говорит? Когда, говорит, начнутся наводнения, землетрясения по местам, не ужасайтесь. Это всего лишь начало болезней. Я вот, знаешь, чего говорю еще? Надо, вот как Лапкин, опять же, я его поддерживаю и тоже много хочу и говорю, и хочу говорить об этом. О рождении свыше надо людям говорить. Люди совершенно, видишь, научили высорковление какое-то. Ты высорковленный, невосорковленный. А что значит, что это понимание, и что за понимание высорковленное, непонятно. Людям надо о рождении больше говорить. О рождении и росте духовном. Человек вообще не понимает. Ну, да, по крайней мере, вот про что я говорю, что надо Евангелие читать постоянно. Оно, понимаешь, если даже сейчас взять и начать читать Святых Отцов, те же повествования, как ты бы их поймешь, если ты не читал Евангелие? А ты ничего не поймешь, ничего абсолютно без него не поймешь. В любом случае, надо сначала впитать это, как бы почитать, уверовать. Даже возьми, возьми даже мирскую философию, вся философия, она на Библии построена. Ты даже философию не сможешь в полноте понять, если не будешь знать Библию. Вот мне один пишет, он говорит, я ничего с собой поделать не могу. У меня, говорит, такая ненависть на Бога возникает. Я говорю, а ты знаешь, от чего это происходит? Он говорит, от чего? Я говорю, просто ты где-то, ты слишком много хочешь от Бога, а у тебя этого не получается? Он не получает, не получает просимого. Да, я говорю, ты понимаешь, что надо как бы научиться жить с благодарностью. Вот как ты сейчас живешь, что с тобой происходит? Вот я пошел на работу, да, когда сначала, мне так тяжело было. Представляешь, я до этого зарабатывал нормально, да, у меня деревяшки шли там, все. И вдруг мне бах, ну, видать, немножко сердце надломилось гордыней. Господь мне раз по макушке, иди работай. Я прихожу, вот представляешь, я когда сказал, мне говорит, ты сколько? Я говорю, да вот сейчас 800 рублей мне в день платят. Я говорю, что смеешься, что ли? Я говорю, ну, так вот, пошел сейчас работать. И ты понимаешь, я когда пришел, мне так тяжело было вообще. У меня ноги заплетаются, я еле хожу. Я короче, а потом я начал бога благодарить. И я сначала это вроде бы искусственно, а потом я это все вот так вот понимаешь, я это все раз, 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 я уже прихожу, я говорю, я уже искренне начинаю его благодарить. Ты знаешь, что мне нужно сейчас, как меня надо вылечить, что мне нужно, как подловить, как исцелить. Потому что сам я, и ты понимаешь, когда ты начинаешь богу благодарить за все, вот мне один там говорит, что ты чавкаешь постоянно? Как чавкаешь? А? как ну притя причавкиваю то что говорю проповедую на 1 так у меня зубов нету я потому что я я бы если ты меня вначале слушал то услышал бы что я вообще не лечусь от своих болезней я бы я мог вообще не иметь сейчас ни одной болезни если бы я бегал и свои перья числе часов я бы ну ты понимаешь я сейчас пришел к такому в жизни что я каждую болезнь пью как чашу в которой мне господь дают в награду я мог сейчас зубами порошок и дипломы поставил сразу и все нет у меня их нету двух оставил передней что наверно говорить мог а кушать я мучаюсь тогда жую перед ними зубами и поэтому я ему говорю поэтому я причавкиваю так вот получилось самое интересное самое интересное вот пошел да как только я начал благодарить бога и мне раз сразу подарок так там один брат я хочу тебе пожертвовать помочь немножко потом раз приезжает сразу одна женщина играет о я сколько мимо съезде я никогда не знал что вы такие вещи красивые делаете заказывает мне короче 2 стула дубовых и 2 табуретки дальше сразу просто я уже боюсь думаю господи не дай мне хотя у меня знаешь меня и не канал мне не получается что там что-то копить или там это я сейчас вот тоже раз там сейчас вот ну конечно все равно на скотину них у не хватит ну хоть что-то еще раз прикуплю прикуплю там сейчас хочу пускай с маленького там купить три тёлки и телка и в горы тоже ну коров таких уже косяк за это запустить не это знаешь обычные коровы они адаптируются нормально в принципе но дай бог как богу угодно у тебя-то нормально так с финансами да у меня слава богу господь и так и люди тоже и на раз мне вот это александр по которым я тебе рассказывал давайте будет буду пенсион платить сколько тебе надо в месяц я не знаю финансами я матушку я говорю сколько тебе в месяц она надо не хватает говорит десять тысяч я говорю десять тысяч не хватает и он мне каждый месяц скидывает по десятку да так я не знаю слава богу хватает всем господь знаешь как ты дает в жизни раньше помню такие с деньгами какие-то напряги вот эти а сейчас я сейчас на книгах вообще не думаю вот этой проблемы не существует так и и дочки помогаю знаешь и выделять и десятину отдаю не я это я знаешь как стараюсь вот когда денежка появляться я многодетной семье данной такой начну они бедные отдавать тоже не оба куда надо прежде подумать сейчас я вот хочу это ролик тоже сделать опять у меня есть она одна живет там бедные в этом барнауле шестеро детей писать шесть детей она одна вот долг семьдесят семьдесят пять тысяч по моему засвет на жгли за зиму ловить отопление работала вот а живет там тоже в холопе какой-то ну так ну надо всем миром хоть как-то выявлены вы представьте шесть человек на одной и видеть такие маленькие совсем все пять-семь лет и одна новорожденная а муж где ты муж он этот казах короче его депортировали вот и он у него уж там новая семья другое уже нету и не будет не предвидится как она они живут короче этой малышки платят она родилась с пороком сердца ей пенсию платят сейчас по инвалидности 15 тысяч но как платят допустим ее проверяют каждый год на видобследование проходит могут обнаручить допустим рубец там он рубцевался шрам и все и пенсию отменят и источников дохода никаким шестеро детей люди ну как не помогать ну хоть отчат щеплять или хоть по триста рублей от зарплаты там или чего или пенсии ну хладнокровные все такие стали вроде знаешь как порывы сердца есть вот он вроде раз решается и вроде отдаёт человеке три тысячи пять тысячи семь тысяч отдают допустим а на следующий раз он все забывает как будто он делал делал и все и гора с плечи надо надо вот в этом как оно оно и спасение и заключается вот в этой доброте я думаю я думаю вроде этого и на вторую работу пойти чтобы только отдавать какую-то часть ежемесячно не то что ежемесячно по это самое по доходам если и хороший доход можно и еженедельно отщипывать от себя ну легче всего вот я думаю десятую часть отщипнуть поставить себе какие-то пределы рамки оно на сердце значит легче становится а господь благословляет на десятину ты знаешь вот дьявол заметь против чего он борется он борется против дружбы чтобы христиане не дружили он борется значит чем он борется вот вот эти заповеди которые дал христос он как раз их пытается разрушить чтобы никто их не соблю события которые грядут у нас они как раз в людях сотруд вот это вот это понимаешь как тебе сказать вот допустим вот мой близкий да и я мы мечтаем вот и я же всегда об этом мечтал чтобы создать такую братскую общину такую чтобы все общее было там понимаешь вот хозяйство общее как вместе там все это распределить ну как бы знаешь вот и ты вспомни как на руси жили люди деревнях сейчас чтоб кому-то дом построить он будет и годами строить а раньше собрались за неделю и поставили избу и какую избу поставили я не знаю нет за сезон дом построили то есть они давали землю допустим приезжие они после войны вернули отдали ну поселковую такой площадь и там люди строили за сезон буквально как у них получалось сегодня люди 10 20 дома строит но значит я думаю что пока мы духовным не изменимся духовно не изменимся никакой общины не будет в нас в каждом живет иуда искариот с этим ящиком понимаешь который он вроде бы и со всеми тут с христианами но у него есть свой ящик в котором он фантазирует серебром это обязательно понимаешь и это это почти сейчас в каждом живет а вот когда ты до самоотвержения вот это поймешь вот это вот понимаешь но самое интересное есть такое пророчество что как раз русские на русской земле они как раз обретут то же самое что в свое время помнишь я тебе рассказывал когда евреи когда они зашли в землю обетованную не они как они зашли они зашли как один человек ты понимаешь они стали одно целое братья и сестры в одно целое поколение опять же поколение до 20 лет а все остальные уже они выиграли и это стоят тоже самое было с первоапостольской церквью когда каждый имущество свое продал и они просто посвятили себя богу а распределили тех которые были более чистые сердцем которые следили за нуждой да сейчас я смотрю люди все равно начали просыпаться там у кого-то если беда там начинает помогать как там и дров купит и то есть и поесть нам привезут то есть человек сразу как ну и да по крайней мере самое основное есть есть не дадут такой нужде быть но это все равно это конечно это не община это не это не церковь потому что надо узнать пока по какой причине человек помогает сейчас у нас укоренилась в 80-х годов особенно допустим иметь выгоду какую-то человеку я помогаю ему он помогает мне то есть заранее человек но есть условия у меня такого нету я знаешь я чисто я знаешь одной вот многодетной семье помогая когда у меня бывает там что-то и меня сколько раз пытались на них натравить вактаре начинает а ты знаешь что там это они там это я бы ты знаешь я вне безразности я бы я не лучшие и вы не лучшие у нас у каждого есть свои какие-то поганки я бы а если так рассуждать тогда никому вообще не помогает в этом есть что мы должны научиться носить немощи друг другу закрыть глаза и все понимаешь для меня они все христиане и все для меня это достаточно я не хочу знать там что они там может у них и не так что-то в жизни а у тебя что так ты святой что ли потому что ты первое что происходит когда начинает соединяться каждый начинает вот это свое я выказывать вот этот вот это свое и начинается вот это вот нестыковка то есть и почему я думаю что должен быть какой-то помазание тот человек который духом вот это разрушит вот как старик у нас был когда вот какие он сильные создавал он на расстоянии контролировал все эти скиты он чувствовал людей кого надо там поставить который сможет там управлять то есть он вот до такой степени он нашел то у него сила какая была он все это распределял все это это я конечно вот у него много чем можно было научиться но я конечно у него многое чего подчерпывал ты не просто должен быть хозяйственником ты должен еще быть как грубо говоря и как брат и как отец для всех тот кто во главе стоит а не так что ты пришел и всем знаешь как мозг выносишь что первое что надо понять что отношения должны стать на самом деле братский без этого бестолку но опять же ты а как ты объяснишь человеку сегодня братские отношения мы сегодня брат брату злее наверное долгов не бывает а вот и понимаешь вот и должно что-то от бога произойти ты видишь что у евреев было они мало того что шли как один человек и они были все единомысленные так же апостольской церкви они были единомысленные у них в духе в одном они были в одном духе понимаешь а чтобы быть в одном духе это надо иметь в себе то есть не иметь в себе ничего от мира надо просто мир перечеркнуть для себя что он не существует надо иметь идею у них одна идея была достичь земли обетованных у нас идея достичь царствия небесного а достичь его можно посредством евангелия все сходится к писанию изучать читать надо а через это она и появляется вот эта идея о царстве можем а как они человек больше никак не узнает царствие божие никак внутри него не откроется без писания как-то попытаться объяснить человеку что ты читает и тебе в жизни будет помогать то есть на этом будешь выстраивать свою жизнедеятельность сюда описание описание ты можешь сверять ну любые планы свои жизненные только в этом нужно интересовать человека то уж иногда люди не видят ты читай писание а чё я его читать буду я четыре раза прочитал чё там все понятно ну большинстве это люди так и понимают а чё там читать я его прочитал а знаешь что самое интересное он читаешь и каждый раз новый открывается каждый раз снова и вот я кстати тебе не договорил вот про это мерзкое состояние однажды когда я был очень близок с богом да очень близок я тогда конечно да я в таких благодатных молитвах прибыл и вот одного человека его парализовал но я рассказывал тебе да я за него помолился сел рядом с ним мне вопрос жалко стал помолился я вы господи иисусе помоги ему я просто сказал простые слова его господи иисусе помоги этому человеку если можно а умею такой вот что ты делаешь я бы я ничего не делал мне интересно так стало его от и чего это он будет меня как будто лом кто-то вытаскивает я войну иисуса благодарил тебя услышал я простой был знаешь как ребенок так у меня такой первая любовь детская вера я в это все как бы еще и воду на глазах на следующий день встал да не он как бы он вечером лежал в этом году с меня будет кто-то лом вытаскивает у меня учился плова от шеи до самой до самых пятых вот круг и вот короче представляешь но слушай что было дальше я думаю господь мне просто надо вот почувствовать я три дня вот эти бесы видать которые вы связали они мне так удручали три дня я просто сидел я в такой мерзости сидел у меня просто и я грубо говоря три дня сидел в молитве вот знаешь как бы пережигал это все и мне просто господь видать дал это почувствовать на себе что это такое что в нем было но знаешь что самое самое интересное что этот человек он 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 22 года отсидел и я никогда не я всегда думал что вот эти рецидивисты в них ничего уже хорошего нету человеческого 22 года там полосатый режим там они такие упражненные то есть там основная масса такие негодяи я не думал что в нем что-то есть хорошие лето и ты знаешь вдруг он начал плакать передо мной начал плакать и а я еще молодой был парень не было тогда сколько лет 20 22 где-то а ему представляешься ракет и он начал рыдать и говорить я бы тоже в бога верю но ягод никому не показывают ягод у меня вот даже и раз в майку задирает играет у меня от живые помощи даже на это навязаны и плачет короче все и да потом получилось когда это я уже вышел все и он ко мне приехал он не помогал так финансово но я не хотел никуда лезть а он приезжал мне помогал короче финансовые это а потом приходит и говорит он ты понимаешь ягод не могу по-другому жить я волк и вокруг меня волки ягод не могу просто жить если я буду овцой меня до сожрут и чё ты думаешь он такой страшной смертью погиб это даже не придумаешь вот что значит почему говорит что семь злейших вернуться до он короче ну господь его наверно еще остановил он поехал там у них что-то получилось и там мог получиться очень серьезный конфликт и вот он видать у него зашкалил он короче вплоть до того что поехал и у него взрывается колесо колесо взрывается у машины его выкидывает в люк этот ты вдумайся что вот еще сейчас его выкидывает в люк выкидывает на встречный камаз то есть машина пошла в одну сторону его выкидывает шлюка с его машины на это встречный камаз сплошная ему отрывать все органы у меня как было сначала думаю не я я на молиться за нее не буду все а потом ты понимаешь я вдруг себя переборол знаешь каком плане я вспомнил когда мы были в этом сидели мы с ним сидели в такой камере где сидели одни блатные то есть блатные это вот такие мордовороты всех знаешь квадратные там все наглые все до беспредела и получилось что один душевно больной заехал и он что-то там сделал не так его чуть не хотели не убить и вот я его собой закрыл закрыл его собой и вот ты представляешь и вот эта толпа обезумевшие вот этих блатных хотели его прибить я его когда собой закрыл и вот этот единственный человечек который был парализованный ну я вот про которого сейчас рассказываем он единственно такой щуплый он единственный выбежал и вот так вместе со мной закрыл этого душевного больного человека это я понимаю что это просто люди этого есть сейчас расскажи они не поймут а ты представь что это такое это допустим в тюрьме когда на тебя идет разъяренная толпа вот таких мордоворотов представляешь но это сложно представить идет толпа которая просто разъяренные которые хочет прибить и вот мы вдвоем вот так вот закрыли и этого душевно больного я ему было стучить и кричи чтобы тебя забрали милиция а то тебя убьют и вот мы вдвоем его держали чтобы не прибили чтобы его быстрее забрали оттуда я к чему это говорю ты понимаешь вроде бы вот такой маленький щуплый мужичок 22 года отсидел да зачем ему все это надо да и ты понимаешь как его господь коснулся вот он плакал да все и я вот когда это вспоминаю думаю а может господь ему вот этот поступок и вменит чтобы его из ада забрать может такой быть но да потому что я считаю что это был подвиг с его стороны смотри когда мы с тобой ведем диалог некоторые люди просвещаются когда человек просвещается от него отходит бесы то есть ты получается ты человеку открыл какую-то сторону которая стала его щитом в этой жизни то есть он от него отошел без а соответственно куда он приходит он приходит к тем кто это сделал и пытается им ах вы товари ах вы сволочи ах вы я за вас лишился этого понимаешь и я знаю что это какой-то момент придется конечно это но почему мне и наставник сказал он сказал ты понимаешь что ты мирянин для тебя это вообще это очень смертельно опасно то есть но ты не понимаешь в то же время я чувствую что господь не помогает защищает я это понимаю давно меня уже несколько лет рисует за эти дела а прессует как раз через болячки очередных и вот как что-то диск где-то с кем-то вот ну вижу что от господа происходит все на следующий день или приступы какие-то понимаешь или вот это вот на этом уровне происходит то есть у меня искушений нет никаких так они меня через болезнь рисуют а я значит и хотел сказать мы сейчас ролики когда начали выставлять там вот последние да особенно вот я там ты какая-то это контора начала переписывать наши ролики не все но мне сестра надо уже тоже скалогать я заметил какая-то закрытые вообще конторы конечно это все в архивы пойдет когда вот это он пойдет гонение по этим роликом нас судить где мы за патриарха чего говорим все будет подниматься и об этом еще два года назад священника одного предупреждал ты же смотри он закон вот этот яровой они сейчас его на этих сетях потом они дальше дальше поеда вот таких православных бунтарей доберутся мы такого ничего не говорим мы по евангелию все им тогда библию надо запретить уже вижу как все пойдет я закона не запретили проповедовать они запретили проповедь без соответственно разрешением где должно быть разрешение чтобы говорить кому-то обоих и знаешь и закон вон как они сделали понятно все гораздо хитрее 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 конечно от храма разрешение для проповеди а проповедь она не только на улице но и в интернете как вот как и мой наставник говорили вы как вот сейчас мы этот духовник он сказал что самое страшное вот в том чем мы сейчас тобой занимаемся самое страшное это это вот остальное все это вот самое страшное это впасть в прелесть то есть прельститься самим собой либо то что надо всегда помнить что ты всего лишь инструмент в руках господних понимаешь что это не от тебя это господь если да потому что ты понимаешь я порой думаю неужели я сам такие вещи открыл дал в этом евангелии или вот в откровении потому что я знаешь пару силу может меня бесы ведут а потом думаю стоп нет лишь как все логично открывается по мере нашей беседы открывается такие глубины что я порой сам сижу и думаю я я себя ловлю на мысль что я начинаю как бы восхищаться но не собой а этим словом который открывается я восхищу я сижу и думаю у меня такой знаешь восхищение такое ну как не то что восхищаться знаешь как тебе сказать вот изумляться изумляться думаю и и она же логично все идет последовательно свое время один пастырь протестантский вот кстати очень хорошую истину такую дал тоже он не знаешь как сказал он год иногда бесы разыгрывают рядом с тобой такой сценарий красивый сценарий чтобы поднять твою самооценку то есть даже на том уровне ты вот даже отвергаешь этого даже на и в этом в прелесть пасть может что ты вот такой красавец отвергаешь это вот как у меня недавно было представляешь это и пошли ты рассказывал печку затапливаю зажигаю печку и вдруг у меня в трубу влетает нечистый дух и начинает через печку ко мне в дом заходить и у меня весь дым который шел на улицу в печку он меня начинает в обратную сторону в дом идти писаешь новая печка с этим дымом у меня я как раз затушил все и вот так через печку заходит и ты понимаешь а он ничего демонстративно показывать что он меня не трогает что меня он тронуть не может и он всю ночь короче начинает в моей моей жене навевать такой пророческая моя жена она никогда она не видит снов она не это и вдруг она утром встает и начинает мне пророческий сон рассказывать а я-то понимаю что она мне рассказывает я иногда понимаю сны людей я сижу и думаю думаю смотри какой матерый гад он значит зашел и внушил чтобы она зная что я такой человек я начну сразу размышлять думать я знаешь такой я люблю вот эти как бы не загадки там вот эти всякие то я да я себя ловлю на мысли стоп смотри какой матерый гад он не специально загадку через нее закинул чтобы я специально так и додумался как он хотел понимаешь а в итоге через это все заходит хитрая такая яд вот этот я твои какой-то избранности что ты какой-то особенный что вот они тебя даже не могут так они тебя начинают вот так вот понимать всякими капканы там ловушки тут вплоть до того что я сидел молился антихрист заходит представляешь заходит антихрист я сижу молюсь он заходит но я реально почувствовал такую мерзость от него вот и не представляешь вот он вот так вот приблизился я понял что если он ко мне прикоснется мой разум осквернится просто осквернится вот до такой степени мерзкий дух и но это я уже это я понял что это от бога был потому что я начал молиться я бы пошел вон отсюда во имя господа моего и представляешь он прям дух и это свалил мгновенно свалил но я понял что господь не просто показал до какой степени это омерзительный дух что если только его прикоснуться вот его вот этой почему говорит что когда его увидят многие прельстятся и это реально я почувствовал ты не представляешь какая у него сила я когда он рядом оказался у меня был такой страх что мой разум сейчас помутнеет и он больше не восстановится то есть вот до такой степени вот ты ощущаешь такую мерзость поганым поганая метка я нашу при вот какая-то и вне какая-то сила такая знаешь вот антихристианская я даже не могу от этого передать и у меня хорошо у меня такой знаешь страх божий появился я думаю господи умоляю не не допусти ко мне эту мерзость а потом уже знаешь так вот может по духу просто получилось так и какими господом его пошел ворсю и это я только вчера об этом думал о чем ты сейчас я вот тоже у меня есть страх такой прельстится им очень боюсь потому что ты смотри он настолько лукавый он же настолько натренировался вот на нас на сегодняшних таких да мы же себя мы же сейчас мним там я не знаю кем раньше люди гораздо духовнее были а духовности заключалась простоте видишь мы вот эту простоту потеряли а через эту простоту вот как раз он не давал ему войти подступиться к человеку но попроще надо как-то я не знаю вот в этом себе искать хочу думать о себе там в том то и дело ты понимаешь что я порой сам себя и вот как я и другу своему говорил когда он прельстился он очень серьезно прельстился он начал даже толкование на библию писать я будет и вообще что я будет и чего же с ума сошел что ли ты чё творишь он говорит нет короче вы просто не знаете как троица вообще учение троицы не знаете а я вот напишу вы поймете ты по ты только послушай вот и он не начинает первого ягода служба на чувакине и ты понимаешь и вот уже дух пришел духа святой троица и прельстила его так ночью наверно давай спать ложиться а то время смотрю уже пол время 15 3 ну да ну все с богом давай давай